Белок, если ты не ешь мясо. Во-первых, нужно понимать, что когда ты ешь мясо, мясо на 40-50% не переварится, оседая у тебя гноем. Вот представь кусочек мяса, часть из него просто будет гноем, который в итоге выльется, либо в сопли, либо в какие-то неприятные эффекты, типа аллергии, или какие-то вирусные заболевания, когда вирус попадет на эту среду. Вот так и живем. Что на черт возьми такое несет? Друзья, купил вкуснейшую котлету из любимой обрыгаловки, и тут на тебе гной, сопли, возможно, сифилис, а ты еще даже котлету не съел. Прикиньте, какой пак болячек можно залутать, употребив одну пачку чебупелей. Японцы капитулировали... Ребята, да, вот вы сейчас кушаете пельмени, если что, знаете, у вас вот часть пельменей выводится через вашу задницу, а остаток будет гноиться. Понимаете? Не из-за двух ракеток, а из-за того, что демократия... Задумайтесь, задумайтесь, когда кушаете пельмени, хотите ли вы себе вот такой полчаса сгусток гноя в животе? Их два чебурека сбросило. Блядь, на самом деле, даже если бы это было правдой, я бы все равно бы ел пельмени, просто потому что они вкусные. Поэтому я бы пошел на такой риск. Смесь белок-углеводы, она дает много-много гниения, брожения внутри ЖКТ. Поэтому мы стараемся не смешивать для того, чтобы внутри было максимально... Блядь, я, ну, типа не в оскорблении, хочу сказать, но у меня, короче, ощущение, вот знаете, от... У меня, когда я смотрю на нее, эффект зловещей долины. Я не знаю, почему. Из-за камеры, из-за ракурса, но он есть почему-то. Мально чисто. После такой инфы я только сильнее захотел есть животных, ведь оказывается, мясо бродит в желудке, а при брожении вырабатывается этанол. Зачем покупать пиво, если можно съесть бургер, трухануть пузом и проснуться где-нибудь пьяным под деревом? Хорошо, что мои местные алкаши не знают о таком лайфхаке, а то в радиусе трех километров не осталось бы ни одной кошки. Мясо не переваривается, гной, сопли, я в ужасе. Не рассказывайте этой даме, что у нас есть фермент пепсин, который отлично расщепляет мясо, хотя если ей порвать этот шаблон, она, ну не знаю, превратится в ябл. Да, я думаю, она все равно тебе даст какой-то контраргумент, типа, ну да, есть пепсин, но есть и придумают что-нибудь и скажут, и он не дает ей полностью перевариться, или что-нибудь вроде этого. Там же всегда, когда с такими чуваками ты общаешься, они всегда какую-то хуйню еще больше втирают. То есть ты сидишь, общаешься, ты думаешь, сейчас ты докажешь что-то человеку, объяснишь ему, что он не прав, и вы разойдетесь в смысле того, что, ну, блядь, поговорили нормально. Но потому что, давайте честно, когда мы с кем-то спорим, что-то высказываем, мы не ненавидим человеком, просто не согласны с его мыслями. Ну, в большинстве своем, кроме долбоебов, которые такие, оп, я всегда буду с тобой не соглашаться, потому что ты долбоед, там, не знаю, я тебя ненавижу, неважно. Но он же будет доказывать и до последнего, что нихуя, и придумает какие-то новые аргументы. Абсолютно, блядь, охуевшие. Яблоки. Ты то, что ты ешь, пиздец, если я так об стенку стукнусь, меня охота крепкая повываливается. Кстати, вот это яблоко самое угарное, лоха. Лично у меня к этой даме вообще никаких претензий, судя по описанию канала, она учит не только есть овощи, но и на них зарабатывать, продавая курсы о том, как зарабатывать деньги на своих желаниях. Ну, ставлю банан за старание, хули. Хулишников, короткий желудок, травоядный, длинный. Человек, а какой желудок? Длинный. Чё? А, я свой желудок пока не видел. Надеюсь, после этого ролика веганы мне с этим не подсобят, вскрыв мои кишки нахуй. Чё за приколы апеллировать к травоядности человека через длину его желудка, сравнивая с травоядными животными? Я больше в шоке, что шапка вообще находит хоть какие-то слова на то, чтобы как-то комментировать это. Но это же просто изначально звучит как какая-то хуетень. Ты прослушаешь такой, чего? А он ещё и аргументирует, там прикалывается, рассказывает, объясняет. Да у некоторых жвачных вообще несколько желудков, но вот только ни один из них не может так же эффективно переваривать курочку от мистера Сандерса, ибо если их кормить мясом, они скорее всего умрут, ещё будучи телятами. Человек же просто может усваивать мясо из-за наличия ферментов, которые расщепляют белки, так что гг. Человека нет клыков, которые есть у животных. А ещё... Есть. У человека есть клыки. Вообще человек всеядный, просто к слову. Ещё у людей нет хвоста, как у многих травоядных животных. Получается, мы не для мяса, не для травы созданы. Для чего тогда? Для снюса нахуй. А ещё клыки у человека так и есть, как и ебейшая сила укуса, которая в моменте может быть даже выше, чем у наших собратьев-обезьянок. Основной прикол в том, что эволюционно наш вид, развивалась некая хищная машина смерти, а как интеллектуальная единица. Это, кстати, ответ на то, почему другие обезьяны не становятся людьми, пока мы качали мозг, жертвуя остротой... Нет, ты не понял. Она имела в виду, что у тебя нет вот таких колоколов, вот таких, прям, бля, знаешь, до подбородка, как у беззубых тигров, понимаешь? ... наших зуб... Ааа, ну да, ну да, блядь. ... и мышечной силой. Наши ближайшие родственники обезьянки развили такую силу... Как у вампиров, да, вот такие огромные, нахуй. ... что способны запуливать своих кушек на огромные расстояния, прыгая по деревьям. Напоминаю, что шимпанзе при желании может нахер оторвать человеку руку. Ну вот сможет ли это лошара из говна и полок сделать, ну не знаю, самопал, чтобы какому-нибудь льву еблище в щепке развалить? Хм, сомневаюсь. ... Чего, блядь? Наш предок был веганом? То есть вот наши предки, которые, блядь, вообще не понимали ничего в земледелии, они такие, о, блядь, да, тут ходит какая-то маленькая зайка, я ее, конечно, ебашить не буду и кушать ее не буду. Она же милая, ебать. И вот так это сильно волновало. На деревьях охотились. Я говорю, они просто питались одними яблоками. Вот просто вот яблоки появились с яблонями, они такие, о, ебать, яблоко. Охуенно. Ну просто о яблоках жили. Был веганом, нихуя себе. Может он еще был интерсекциональной. И травкой, да, и травку щипали. С анальной феминисткой, шимпанзе-геном, которая совпадает с нашим на 99%, если чего, всеядное, вплоть до того, что не брезгуют пускать своих же собратьев на стейк. Было бы все так, как ты говоришь, тебя бы уже саму давно на котлеты бы зафоршмачили. Всем привет, меня зовут Сергей и я вегетарианец. Я не ем мясо. Я против убийства любых живых существ. Тем более поедание их трупов. Подожди, ты против убийства любых существ, да? Да, хорошо. Но для вегетарианства, ну, зачастую люди, особенно в массовых, получается, вот этих масштабах, они же используют дохуища всяких токсинов для того, чтобы истреблять живых существ. При этом портя параллельно экологию. Эээээ... Так, я чё-то нихуя не понял. Мысли тем более. Это же самая морально удобоваримая установка в принципе. Я бы понял, если бы Сергею не понравилось, что из коровок делают аэрфорсы, но кикнуть микрочеллы из жизни, чтобы его схавать, это вообще самая естественная вещь в природе, разве нет? Вы же понимаете, что шашлычок, жареная рыбка, сосиски в тесте это трупы животных. Я в шоке. Сергей сначала вызвал у меня аппетит, перечисляя еду, а затем эрекцию. Ужели он ничего не сказал про мучения и пытки? Правильно я понимаю, короче, коров он жалеет, а зайчиков, сука, он не жалеет. Которые приезжают, прибегают, блять, пожрать нахуй. У него кротов, вот это вообще всё. Для него это вообще не животные. Залупа тогда бы у меня точно взорвалась. Я считаю, что пока человек будет убивать, чтобы есть, до тех пор он будет болен и несчастьем. А как думаете вы? Ну, я думаю, но, блять, кстати, в этом есть доля правды, потому что однажды, корот, человек решил выебать летучую мышь, и у нас появился коронавирус. Но я в Южном парке смотрел, поэтому, ну, как будто, да, животных лучше никак не трогать, не есть, не ебать. Тут, конечно, по факту, тут, конечно, по факту. А вы что, не знаете, как появился коронавирус? Объясняю, в Южном парке раскрыли. Короче, Рэнди Марш с Микки Маусом опирался в Китай и выебал там летучую мышь. Микки Маус смотрел на это. Все, ребята, теперь я вам рассказал правду, вот было все на самом деле именно так, если кому интересно. Что думают только лохи? Во-первых. Во-вторых, каким образом исключение из моего рациона купацких сосисок сделает меня счастливым? Здоровым может быть, но нахуя мне такое здоровье, которое нельзя потратить на сочный чизбургер? Да и если по-честному, животный белок с большой натяжкой можно назвать вредным, как и сюрприз, почти любую еду. Даже тот же сахар, который демонизирует во вменяемых пропорциях, не принесет никакого существенного вреда, как и выпечка и все остальное. А я еще, кстати, мем... Ля, хлебушка захотел прийти хлебушек такой. Только, только сделанный, мягкий, оторвать кусочек и сразу, знаете, дымок из него и с молочком вот так и скушал и с молочком и кушать прикольный про веганов нашел, зацените, блин. А теперь лайфхак для тех, кто не ест мясо, так же, как и я. Берем котлетку, выкидываем. Она же, знаешь, что она могла просто, ну, убрать ее из рецепта. Там же, когда ты заказываешь Биг Мак, ты можешь сказать, уберите мне булку. Ну, типа, уберите мне этот, котлету, точнее, не булку, котлету. И ты бы даже меньше денег заплатила, кстати говоря. Ну, отдай мне, блядь, я съем, мне вообще похуй. Халявная еда, блядь, говорю, если бы веганы действительно выдавали просто вот эти котлеты, блядь, людям, которые, ну, хотят поесть, я думаю, у нас просто появилась бы халявная еда. Прикиньте, веганы будут оплачивать вам за еду. По-моему, охуенная инициатива, кстати говоря, если они реально занимаются таким. Зачем выкидывать, вот, блядь, к котлету, причем, кстати, сами вдумайтесь, типа, она веган, и вы вдумайтесь, у нее мертвое животное было в бургере, и она так с его трупом обращается, не похоронила, выбросила в пакетах что-то мусор, и это, блядь, веган нахуй, и это она за животных выступает, вот это реально отвратительно. В следующий раз, собираешь все мясо, и отдавай нам все, а лучше вообще отдавай деньги типа с этого, с котлеты нам, и сами найдем, куда их деть, в частности, на пельмешке. Второй отличный бургер получается. Да вообще пизда, ты знаешь, что сделает этот бургер по-настоящему веганским, это когда ты в сральник выкинешь не только котлету, но и булку, сыр, сливочный соус, и оставишь только это, реально клевый бутер. Ну, кстати, тоже факт. Такие бургеры можно на развес на рынках покупать, а лист салата при приготовлении булочки используются яйца, которые животного происхождения в сыре, используется молоко животного происхождения в соусе, на сливках используется сюрприз сливки, которые, ну вы поняли, почему я должен объяснять веганам, что его можно, а что нельзя, это утомительно. Если ребенок... Ну, потому что веган они мысли только от того, что вот есть мясо, и если мясо, это равно убийца. Сразу, ну, типа, понятное дело, то есть есть веганы нормальные, ну, которые просто физически не могут кушать мясо, и у них тошнит от него. К ним вообще вопроса никакого. Я, по-моему, уже миллиард раз говорил, вам вопрос никакой. Вы, типа, ну, у вас люди такие, все. Вы особо-то и не ходите, не говорите о том, что у ребяток, что правильно, что неправильно. Ну, есть такая тема, ничего такого. А есть те, которые такие, блядь, я сейчас расскажу вам, что правильно, что неправильно. Я кушал мясо на протяжении всей своей жизни, и сейчас передумал. Ты сидишь так и думаешь, блядь, чувак. Хорошо, ладно, даже если ты решил делать так, ну, не ебель мозги людям, другим. Ну, жри, блядь, свою ебучую капусту. Нахуй ты кринжуешь. Предложить спелый манго и сырой труб курицы, то что он выберет? А что выберешь ты, 5 миллионов долларов или толстенную термоядерную бомбу АЭЙ-602, которую засунут в рот этому миленькому кролику? Я бы выбрал 5 миллионов, чтобы купить 2 таких бомбы и засунуть в кролика. Ну, а если без шуток, то что за дурацкий выбор? Ты бы еще спросил, что он выберет, здоровую и счастливую мать или, ну, не знаю, четвертование быками? Почему апелляция к мнению ребенка должна быть аргументом в пользу веганства? Ведь что не ребенок, то гастроэнтеролог или диетолог. Вы что, не знали? Почему я веган? Чувак, это... Это же оригинальный видеоряд, да? Это оригинальный видеоряд. Это худшее, сука, что можно было подставить под такое видео. Худшее. Просто самое худшее. Блядь. Какие коровки красивые, только почему они до сих пор не измазаны в майонезе, для меня загадка. Да и меня... Вот, кстати, хорошее... Вот, знаете ли, вот советую всем веганам посмотреть последнюю серию, вот пятую серию с четвертого сезона Пацанов. Вы сразу перестанете быть веганами, я вам гарантирую. Очень сильно смущает первая вставка с коровой. Типа, причина быть веганом в том, что ты можешь корове в рот свои немытые пальцы запихивать. Для этого, кстати, веганом быть не обязательно. Это может сделать любой поехавший извращенец. А еще по кадрам видно, что даже травоядных животных заебало есть. А че там, я не буду сподереть, там пиздец. С траву вон, с каким энтузиазмом пытаются... Но кто видел, тот понимает. Человеческую плоть отведать, веганы, задумайтесь. Почему веганки и веганы навязывают свое мнение? Ведь есть животных, это личный выбор. Это возражение против веганства основано на том, что люди забывают, что у животных на самом деле тоже есть свои интересы. Интерес в избежании страданий и смерти. Хорошо, иди предъявляй блять тиграм нахуй за то, что они ебашат антилоп. Вперед. Подойди к тигру такое типа и скажи, не, ну Борис, ну реально ж хуйней занимаешься по жизни. Вот зачем тебе это надо? Ну подумай. Может, ну, займешься там рисованием, танцами, в конце концов. Мало кто сегодня считает, что животные это просто машины, живые машины, над которыми можно издеваться без причины и убивать их. Мы осуждаем живодерство, потому что понимаем, что беспричинное страдание, наносимое животным, это аморально. Да, у людей... Так это не беспричинное страдание. Я объясняю. То есть, понятное дело, животных жалко. Но люди не ебашат всех животных подряд. Они есть специально, вот скот, сами понимаете, люди их разводят. И да, есть котобойня. Куда этих животных и отправляют. Да, это неприятно. Я думаю, даже люди, которые кушат мясо, не хотели бы туда смотреть и смотреть на их страдания. И кто-то может сказать, что это лицемерно. Но, блядь, это вкусно. Так что, если есть выбор, типа, пойти на вот эту сделку со своей совестью и кушать мясо, я, в принципе, готов. В принципе, я готов. ...которые тоже являются животными, есть свои интересы. Как и у льва есть свои интересы. Как и у всех в этом мире есть свои интересы. Вот только при конфликте интересов побеждается мы сильный. Ну, или тот, у кого ебаная базука. И мы же не просто так кикандосаем животных на гриль. Это не бессмысленное занятие. Оно имеет вполне себе реальные профиты в виде вкусного и полезного хавчика. Не нужно это выставлять как бессмысленное издевательство. Это делается не ради удовольствия от издевательства и мучений над животными, а ради более прагматичных вещей, типа хавчика, шмоток, денег, ну и так далее. Мы, конечно, можем считаться с интересами животных, которых кушаем, вот только большинство людей на это никогда не пойдут, ибо нахуя считаться с интересами другого вида, когда многие люди с интересами других, таких же, как они людей, не всегда считаются. Ну, например, как веганы, которые не хотят считаться с интересами мясоедов. Это же, кстати, отвечает на... Ну, кстати, это реально одна и та же хуйня, просто стрелочку перевернуть. Вопрос, почему веганы навязывают свое мнение? У них есть интересы... То есть, да, абсолютно то же самое. ...щитить животных. У мясоедов интерес их съесть. У производителей заработать в конфликте человеческих интересов побеждает не только сила, но и многомиллиардные капиталы, которые эту индустрию держат за яйца. Можем перестать есть, эксплуатировать животных и жить здоровой полноценной жизнью. Мы хотим... Хорошо, вот представим такую ситуацию. Вот, ты умрешь, мы тебя кинем с свиньем. Они тебя съедят? Ну, вот и думай, блять, осуждаю нахуй. Изменить мир для того, чтобы животных оставили в покое. И сегодня у нас есть все технологические решения для этого. У нас есть общество, которое начало всерьез задумываться про вас животных. Не, на самом деле, этот парень клевый, типа обешуток. С моральной точки зрения, что плохого в том, чтобы лишний раз не сеять зло в этом мире. Любой адекватный чел хотел бы жить в таком мирке. Да, правда, обидно то, что вот просто наш мир не может существовать, к сожалению. Есть реальность. И ты отрицать тоже не можешь. Понятное дело, что все мы мечтаем, вот это, знаете, я хочу мир во всем мире. Блин, детская мечта абсолютно любого человека. Но она, к сожалению, не реализуема. Ну вот, блядь, ну к сожалению, это так нахуй. Огромное количество причин, почему этот светлый мир брокколи и авокадо никогда не наступит. Ну, во-первых, что-то у меня большие сомнения на тему технологических решений. Ибо почва и ее плодородность отличаются от места к месту. Где-то хорошо растет авокадо, а где-то не растет ничего вообще. Можно, конечно, искусственно вмешаться в экосистему, подстраивая почву под культуры, которых там быть не должно. И да, такие возможности есть. Вот только кардинальное вмешательство в экосистему не пройдет без последствий. И из-за изменений в почве будут погибать где-то выгоднее и безопаснее выращивать только скот, где-то только овощи и другие культуры. Климат, почва, вся эта штука настолько индивидуальна, что невозможно без издержек из любого места сделать манговый рай. Да и допустим, что будем делать с миллиардами уже живущих животных? Усыплять? Или оставим на растерзание хищников, а их же нужно как-то кормить? А если их не продавать, где брать деньги на выращивание для их пропитания? Переход всех людей на веганство сделает самый массовый геноцид короза всю историю нашей планеты. Ну и, конечно, я бы посмотрел, как многомиллиардная индустрия скотоводства просто смирится с такими тенденциями. Ведь где-то было видано, чтобы капитал будет до последнего защищать свои интересы и в случае чего инициировать войны для защиты своих. Ну, кстати, да. А почему веганы не думают насчет того, что они же пытаются защитить всех коробок там в мире, знаете, да, ребята? Так прикол в том, что их же тоже кормят. За ними ухаживают. Их разводят. Растят. Так вы же понимаете, что люди, которые будут этим заниматься, просто перестанут это делать и, ну, они тоже помрут. Только еще более мучительно, нахуй, голодной смертью. Или их просто хищники выебут. Другие животные. Почему вы реально вот с этой точки зрения не смотрится, кстати говоря, своих сбережений? Да не. Ведь в правительстве многих стран точно нет политиков, которые связаны с крупней... Кстати, реально, нарыб левать. Это самое забавное, что веганы никогда, нахуй, про рыбу не говорят. Типа, вот рыб не трогайте, рыбы это пиздец святое. Они всегда только про коровок. ...мишими бизнесами на нашей земле. Конечно нет. И, конечно же, они просто попрощаются со своими триллионами ради благого блага для всех. Рыба, не мясо. Верю. Четвертая причина, почему веганы лучше бога. А эта дамочка не мелочилась. Я бы понял, если бы она сказала, почему веганы лучше Гитлера, ну или... Блядь, Серега нахуй, осуждаю, блядь. Ой, блядь, Илюха осуждаю. Конец рыжего из Иванушек. Ну прям поставить себя выше Всевышнего, это, конечно, уровень самооценки, к которой я стремлюсь. Базовый забугорный фанат... А почему я его Серегой назвал, кстати? Если что, это нереальное имя Илюхи, просто, ну, я почему-то сказал Серега. Не знаю, почему. Такие радужка, будь добрым, будь веганом, ну, весь набор. Да на фоне этих челов наши веганы это последний очаг адекватности здравомыслия. Бог, в отличие от веганов, любит всех, даже мясоедов. Это еще Всевышний не видел, как эти разноцветные устраивают митинги за защиту прав микробов и обливают картину в музеях тушеной фасолью. Вообще... Ой, бля, это вообще пиздец. Это пожилая не просто веган-активист, но еще нихуевый бизнесмен, который аккумулирует свою идеолог... Так стоп, так это та самая, которая на мистере Бестапи сделала. Логию в неплохой кэш даёбываясь до блогеров со своей шизой. Вообще, тенденция зарабатывать на ущемлении в Америке уже давно не нова. Там некоторые разноцветные только и ищут повод, чтобы ущемиться и подать суд на обидчика с целью поживиться на моральном ущербе. Благо, в России с ее судебкой такие финты не прокатывают, поэтому остается монетизировать ущемление через МГУЭС. Веганство педалирует не в последнюю очередь компании, которые производят веганскую продукцию, блогеры, которые на этом веганстве могут заработать, ну и морально уязвимые чудики, которые все еще верят в прекрасный мир брокколи и авокадо. Ну а то, что веганство по большей части скам в плане здоровья охотно демонстрируют когда-то бывшие веганы, которые вернулись к обычному рациону из-за проблем со здоровьем. Понимаете, веганами становится громко, во всеуслышание стучать о себя по грудине, а вот перестают ими быть тихонечко, где-то на задворках с лицом типа РКТ, это имеет место быть, ибо во всем нужна мера, в мясном, жареном, жирном, ну и так далее. Не бывает чего-то стопроцентно хуевого или стопроцентно хорошего. Все определяется пропорциями, поэтому упарываться во что-то определенное еще и со словами «Мы за мир во всем мире» не просто вредно для здоровья, но и для мозга. Подписывайтесь на телеграм-канал, я, кстати, веган, до скорых... Ля... Ура, вот вам фонг и огурец. Это, кстати, вранье, шапка не веган. Я помню, с ним недавно сидел в этом баре каком-то, который под Ведьмака косит, и, сука, он просто стоял и говорил «Дайте мне мясо, дайте мне один стейк, второй, третий...» Он просто засунулся к куски мяса, даже не жуя, ребят, он просто их проглатывал. И такой после каждого куска орал «Блядь, я обожаю мясо! Мясо — это лучшее, что придумано, блядь, миром!» Вот, ну... Прям полтоядный чувак, жесть. Я вам серьезно говорю, это реальная история.